Добрый вечер! В эфире Вести Кабардино-Балкария. В студии Наталья Юсупова и в начале выпуска. Коротко о наиболее заметных темах дня. Итог не на все 100. Рособорнадзор опроверг гипотезу об искажении результатов ЕГЭ и миф о завышении оценок на Кавказе. Стоп наркотики. В российских школах вводят тестирование, а сотню лекарств из свободной продажи могут взять под контроль. Ставки сделаны. Скаковые трофеи в Нальчике разыгрывают темные лошадки. Правила поступления в ВУЗы на следующий год могут быть пересмотрены. Об этом глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов сообщил сегодня на совещании с ректорами университетов. В министерстве считают, что проходной балл для поступления должен складываться не только из результатов ЕГЭ. Возможно, следует учитывать среднюю оценку школьника по аттестату и его внеучебные достижения, например, творческие или спортивные. Окончательного решения пока нет, но, однако, до сентября надо сформулировать новые правила приема на следующий год. Также Ливанов отметил, что в ВУЗах страны и дальше будут сокращаться места для экономистов, менеджеров, специалистов по связям с общественностью, а зарплаты преподавателей с 1 сентября будут существенно повышены. А вот резкого роста результатов ЕГЭ в этом году пока не зафиксировано. К такому выводу пришли специалисты Рособорнадзора, проанализировав в итоге первого экзамена по русскому языку. Информация об этом появилась сегодня на официальном портале правительства КБР. По мнению федерального ведомства, это опровергает гипотезу об искажении результатов ЕГЭ из-за утечки ответов в интернет. Ведь экзамен по русскому показал незначительный рост общероссийского среднего балла. Всего на 3% по сравнению с прошлым годом увеличилась доля выпускников, набравших от 80 до 100. Опровергнуто и мнение о завышении оценок в республиках Северо-Кавказского округа. В этом году в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 100 бальников по русскому нет вовсе. Да и количество тех, кто преодолел порог 80, уменьшилось и сейчас почти в 3 раза ниже общероссийского показателя. К другим темам. Кабардино-Балкария сегодня встретила участников автопробега в Дружбе Наша Сила. В Нальчике делегацию Ставрополя сопровождали представители Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям, ДСААФ, Федерации автоспорта и клуба «Эльбрус 4х4». Приурочен автопробег ко Дню России. Идея такого способа знакомства с соседними республиками общественной организации «Союз народов Ставрополя» пришла несколько месяцев назад. Вместе мы силы. Вместе мы сохраним Россию. Для этого надо дружить. Для этого надо общаться. Для этого надо ездить. Видеть друг друга. Разговаривать. Вот этот автопробег именно преследует такой цель. Очень приятно, что участие в автопробеге принимают и дагестанская диаспора, и чеченская диаспора, проживающие в Ставропольском крае. У них очень большая программа. Это на знамя России вывешиваются знамена всех субъектов СКФО, которые они посетили. То есть мы присоединяемся к ним. А основное – это межнациональное согласие. Если будет у нас в СКФО, больше ничего не надо. Завтра участники автопробега отправятся в Карачаево-Черкесию, оттуда домой, в Ставропольский край. А полотнище Триколора с флагами Республик Северного Кавказа будет представлено на открытии форума «Машут-2013». Уже через полгода в российских школах начнется обязательное наркотестирование. Владимир Путин подписал закон, которым вводится такая проверка учащихся. По оценке разработчиков документа, это позволит выявлять проблемы на ранней стадии и более эффективно их решать. Еще одна инициатива в рамках борьбы с распространением наркотиков – это вывод из свободной продажи отдельных препаратов, которые могут использоваться для изготовления зелия. Оборот почти сотни таких лекарств Минздрав планирует взять под контроль с 25 июня. Поможет ли эта мера и почему аптекам легче вовсе не иметь в ассортименте подобные препараты, выясняла Асият Бетуганова. В списке Минздрава 90 препаратов – эндокринологические, обезболивающие, снотворные. Некоторые из них и сейчас отпускаются только по рецепту. Но пока к желаемым результатам это не привело. Одно из наименований глазных капель, к примеру, наркоманы приноровились использовать для внутривенных инъекций. Если ведомственный приказ вступит в силу, это лекарственное средство будет подлежать отпуску уже по рецептам, имеющим серию и номер, то есть подлежащим учету при обращении. В наркоконтроле считают, что такая практика позволит сократить его немедицинское применение. Основная проблема в чем заключается? Потребность республики, годовая потребность, составляет где-то 50 флаконов в год. В позапрошлом году на территорию республики было ввезено 200 тысяч таких упаковок. Разница, как мы все понимаем, существенная. Я вас уверяю, что за минусом этих 50 упаковок все остальное использовались наркозависимыми лицами. Специалисты-медики признают, что идея Минздрава контролировать отпуск лекарств, потенциально пригодных для изготовления наркотиков, своевременно и в большинстве своем инициативу поддерживают. Лица, которые смешивают свое пагмозависимое, да еще и добавляют туда тропикамид, очень тяжело лечатся. Очень тяжело лечатся. Дают сильнейшие выраженные соматические осложнения. И, к сожалению, мы их теряем. На самом деле это страшная вещь. Единственный минус – аптечные учреждения из-за риска при малейших отклонениях нарваться на уголовную статью наверняка снизят долю таких препаратов. Это при том, что и сегодня право на хранение и отпуск подобных лекарств имеет не каждая аптека. Это очень сложно работать. Поэтому, честно говоря, мы вот по второму приказу от 8 августа мы отказываемся от лицензии, не будем брать лицензию уже. Потому что очень сложно. Новые трудности ждут и врачи. Они будут вынуждены выписывать рецепты по более жестким правилам. Не просто придется и пациентам, которые постоянно нуждаются в сильнодействующих обезболивающих. Однако документы, регламентирующие хранение и отпуск препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, пока не подписаны. Значит, некоторые изменения в него еще могут быть внесены. Осият Бетуганова, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Очередная операция в отделении таракальной хирургии РКБ. Но на этот раз наши врачи лишь в качестве ассистентов. Главные за операционным столом москвичи, доктора из медуниверситета имени Сеченова. Чтобы помочь, они приезжали в КБР и раньше, но сейчас уже на основе официального соглашения о сотрудничестве. Об этом в сюжете Наталья Булат. Операция не уникальна, но крайне сложна, сразу говорят врачи-пациенту. Предстоит удалить большую часть легкого. Для ее проведения требуется не только сложное оборудование, но и высокая квалификация специалистов. Сотрудники первого государственного медуниверситета в Кабардино-Балкарию приезжали несколько лет назад. И сейчас разницу отмечают существенную. Сравнивая, что было еще несколько лет назад и сейчас, конечно же, прогресс ощущается, прогресс он виден. Начиная от стен, которые реально меняются, внешний вид больницы меняется, затем оборудование, которое приобретается, и хирургическое, в том числе, и анестезиологическое, это приобретается. И, конечно же, по подготовленности всего персонала в целом, не только врачебного, но и сестринского, анестезиологического. Мне кажется, прогресс хороший, прогресс тенденция к улучшению ситуации, она налицо. Новый импульс в развитии хирургии в Кабардино-Балкарии дала программу модернизации здравоохранения. За два года операционные оснастили новым оборудованием. Врачи прошли повышение квалификации в ведущих клиниках России. Сегодняшняя операция – это тоже обучение. Возможность ассистировать ведущему таракальному хирургу страны дается не каждому. Учиться у ведущего специалиста в области таракальной хирургии на своей земле, в своей больнице, когда нет других курсантов, у него учится вся страна. В больнице, собирая свой опыт и собирая опыт ведущих ученых, вполне самостоятельно, своими специалистами, может выполнять подобные операции в будущем. Месяц назад с медуниверситетом имени Сеченова Минздрав Республики подписал соглашение о сотрудничестве. Запланировано проведение конференции, повышение квалификации и обмен опытом врачей. Первые шаги уже сделаны. Наталья Булат, Аслан Мамхега, Вести, Кабардино-Балкария. Многодетным скидки, возможно, уже в следующем году те, у кого двое или более детей, будут платить меньше налогов. До конца июня Госдума рассмотрит соответствующий законопроект и поправки в налоговый кодекс. Предлагается увеличить до 2000 рублей необлагаемую налогом сумму, если в семье есть второй ребенок. На третьего и последующих детей такой вычет из родительского заработка составит 4000. Пока же налоги не берут лишь с 1400 рублей. Ну а порядок финансирования выплаты детских пособий отдельным гражданам изменится уже с 1 января. Закон об этом подписал глава государства. Речь идет о матерях, уволенных в период декрета из-за ликвидации работодателя, а также о лицах, не подлежащих соцстрахованию, в том числе студентов. К тому же с будущего года деньги на выплату декретных денег станут направлять напрямую в бюджеты регионов. На республиканском ипподроме состоялся очередной скаковой день. Традиционные фавориты состязаний сейчас в Москве на тренировке. 1 июля там пройдут главные скачки сезона на приз президента России. Поэтому в Нальчике на скаковой дорожке шанс получили лошади, до сих пор остававшиеся в тени лидеров. Однако истинные любители конного спорта не прогадались. Остязания на ипподроме действительно были зрелищными. Призовой фонд 120 тысяч рублей, почти половина лошадей, участвовавших в скачках с Малкинского конезавода. Именно туда отправилась одна из самых авторитетных в мире конного спорта наград – приз темы. Трофей в честь Дня России выиграл скакун конезавода Лобинский, ну а летний большой приз достался гнедому жеревцу Твингу Клингу из фермерского хозяйства «Порта Артур». Он в порядке был на сегодняшний день. Он лучше всех прошел. Мы рады. Это благодаря хозяевам, которые держатся, держат этих лошадей. Все витамины, все кормят, дают нам работу. Мы вкладываем в них душу. Также состоялись забеги на приз газеты «Кабардино-Балкарская правда» в честь Дня пограничников и знаменитого скакуна Вайлифа. Очередные забеги на Нальчикском ипподроме 6 июля. Завтра в спорткомплексе «Нальчик» состоится официальное закрытие первенства России под хэквондо среди юношей и девушек 12 и 14 лет. Сегодня был четвертый день соревнований. В копилке наших спортсменов два первых места. Нальчане Андимир Унажоков и Алехан Джабоев стали победителями в своих весовых категориях. Лейла Махова о том, как разыгрывались путевки на европейский турнир. Более 600 спортсменов из 53 регионов страны. Нынешний турнир собрал рекордное количество участников. Страстики пят не шутошные, так как только первое место гарантирует путевку на первенство Европы, которая стартует через месяц в Румынии. У меня было 6 хваток и 6 это была самая сильная. Мне очень помогло по сказке тренера, в первую очередь, тренировки. Мечта моя вообще была попасть в сборную России, ну и завоевать на Олимпийских играх первое место. Руководители федерации, приехавшие в Нальчик посмотреть на поединки молодых, заодно провели и заседание из полкома. Вместе с председателем республиканского парламента Ануаром Чеченовым, который входит в наблюдательный совет Союза Тхэквондо России, они обсудили подготовку спортсменов к предстоящему чемпионату мира. Он стартует в Мексиканском Пуэбло уже в августе. Ну, пожалуй, скажем так, из мужских 8 выступающих спортсменов, 4 вполне должны привести какой-то уровень медали, какой мы пока затрудняемся говорить. И женщин, скорее всего, 3 спортсменки, это вполне реальный медалистки. Конечно, мы рассчитываем на успешные выступления наших олимпийских призеров, и Денисенко Алексея, и Анастасии Барышниковой. От них мы, конечно, вообще ждем не просто медали, а высоких медалей, но может вмешаться в ход борьбы. Это и высота, все-таки мы выступаем на высоте, как вы, наверное, уже слышали на исполкоме, достаточно высокой. Опыта у нас маловато, но стараемся. Ну и изменение веса у этих наших двух спортсменов. На исполкоме утвержден окончательный список тех, кто будет бороться за страну на чемпионате в Мексике. К слову, последний сбор российская команда провела в Прильбрусе. Климат в Пуэбло схожий. А вот в 15-м году чемпионат мира пройдет на российской территории в Челябинске. Лейла Махова, Халид Шахмурзаев, Заур Конкулов, Вести, Кабардино-Балкария. Административный центр Урванского района готовится отметить свой сотый день рождения. Торжества пройдут осенью, но уже сейчас мэрия Норткалы продумывает, как это будет. Основное внимание внешнему облику города. В центре ремонтируют фасады двух многоэтажек, а также районные библиотеки. Работ по наружной отделке не было уже 15 лет со дня постройки зданий. Сегодня здесь задействовано несколько строительных бригад и два высотных крана. Еще один важный объект – уличные фонари. Очень много работы еще сделано по освещению города. Сейчас мы проводим конкурс на приобретение современных опор со светильниками, чтобы осветить улицу Шки-Хачева, Ленина, центральную площадь. Убрать уже устаревшие торшеры. Как сообщили в городской мэрии, в течение месяца закупят все необходимое для детских площадок. Как разметят в парк, появились новые цветочные клумбы. А вот праздничная программа к юбилейному торжеству пока в разработке. Один из самых больших в Европе и самых разнообразных в России по флоре и фауне. Нальчикскому парку, который ныне носит название «Атажукинский сад», 90 лет. Любимое место отдыха жителей и гостей столицы сегодня посетила и моя коллега Нуржан Кубадиева. Первые упоминания о закладке сада вблизи поселения Нальчик встречаются в документах середины XIX века. Основные работы по планировке парка были закончены в 1923 году. По проекту архитектора Казина реконструировали единственную на тот момент аллею. Высадили клумбы и газоны. Тогда, как и сейчас ее называли центральной, рассказывают старожилы. Они и сегодня помнят, с чего начинался Нальчикский парк. А когда были детьми, бегали в пионерский лагерь через этот дикий парк. Только вот эта вот одна аллея была центральная. И мы при битишке утром, если надо было, домой оттуда. Пешком в Александровку бегали. Четыре года назад парк обновили в очередной раз. Установили новые скамейки, асфальт заменили тротуарной плиткой. Затем высадили 600 молодых саженцев. Сейчас в Атажукинском саду более 150 видов деревьев и кустарников. Недавно появилась аллея сакуры, а также скамья примирения, которые уже успели раскрасить именами и прозвищами. И это, увы, не единственный факт, вызывающий беспокойство, говорят сотрудники парка. Урны, освещение, светильники, лампы ночью приходят и вандалы ломают. Тем не менее, точнее, вопреки разрушительному легкомыслию некоторых посетителей, Нальчикский парк по-прежнему остается одной из главных достопримечательностей города. Он и сегодня вызывает восторг у многочисленных гостей Кабардино-Балкарии. Торжественно отметить 90-летие самого большого сада республики в администрации объединения парков планируют осенью. Нуржан Кубадиева, Анзор Кошироков, Вести, Кабардино-Балкария. У меня на этом все. Буквально через несколько секунд прогноз погоды на завтра от Зухрыб Шихачевой. Напомню, наши информационные выпуски вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Добрых вам вестей! Солнцезащитные очки. Лимитированная коллекция 2013 года уже в продаже. Ведущие бренды. Ленар Оптик. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. Солнечную погоду обещает нам Росгидрометцентр. Местами возможны небольшие дожди, однако будет достаточно тепло до 25 градусов. Ветер перемены 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. В Зольском районе плюс 22. При переменной облачности небольшой дождь. Соберутся облака и в горах у подножия Альбруса. В течение дня незначительные осадки. Максимальная температура воздуха плюс 10. В Тернаузе чуть теплее. Погода в целом аналогичная. А вот над Баксаном, Чигимом и Нордковой малооблачно и по прогнозам синоптиков обойдется без дождя 22-24 тепла. В этом промежутке установится температура на большей части прохладницкого, майского, терского и лескенского районов. Днем солнечно без существенных осадков. А в Кашхатау дождь и небольшие колебания атмосферного давления. Теплая будет погода и в Нальчике. Синоптики обещают днем плюс 22. Не исключен кратковременный дождь. Таков прогноз на вторник. Всего доброго. Кристальная вода ледников. Чистый горный воздух. Разнотравья альпийских лугов Кавказа. Субтитры подогнал «Симон»!